Друзья мои, и снова всем привет. Ну что, пришла пора рассказать о своих обновках, то есть снять такой некоторым роде обзор на свою новую технику. То есть у меня теперь появился Garmin 92SV и Panoptix. Сейчас в процессе все, ребята, расскажу и покажу, что-то покажу, что я тут по настройкам, короче говоря, делал. Ну, короче говоря, в процессе сейчас, ребят, садитесь поудобнее, разговор, наверное, будет долгий, потому по той причине, что, ну, есть мне уже о чем рассказать. Сегодня, ребят, я уже восьмая рыбалка, как я с Panoptix, и у меня только вторая рыбалка с рыбой. Да, не густая сегодня. Вообще, честно говоря, пока я тут его осваивал, мне даже не было желания снимать ролики, по той причине, что просто хотелось упереться, искать, искать чего-то там, пятое-десятое подбирать, как это, ну, короче говоря, какие-то палитры, контрасты и тому подобное. Ну, вообще, друзья, задумал я уже достаточно давно все это приобретение, уже ходил вокруг да около, наверное, целый год. И все никак не мог решиться, все как-то в дебет-скредит, с кредитом, так скажем, подбивал. Вот, ну, и достаточно давно я уже познакомился с ребятами, которые всем этим делом занимаются. Оттуда у меня и хайба, оттуда у меня и теперь вот это вот тоже обновы появились. Ребята работают через Авито, поэтому, если кому-то интересно, конечно же, я дам все контакты. Ценники, конечно же, ниже, чем на остальном рынке. Поэтому, если что, ребята, обращайтесь, и, говорю, это достаточно безопасно через Авито покупать, вот, через ребят, через этих. Да, кстати, совсем забыл сказать, если позвоните ребятам, скажете, что, короче, Рыбкин 39, от Рыбкин 39 скидочку еще обещали сделать, там, может быть, небольшую, но, тем не менее, мелочь, а приятно. Так вот, ребят, что хотелось бы рассказать по мере какого-то уже небольшого опыта использования, я, ребят, сразу скажу, я не являюсь каким-то там супер-пупер обзорщиком. Мало того, что я не там, не огромный там специалист в плане, ну, вообще всей этой техники, по той причине, что, ну, я, короче говоря, как обычный гражданин, который нифига ничего не понимает во многом чем. Как я вечно подкатывал своего друга лучшего, даже, к сожалению, больше с нами нету. Я говорю, Саня, у тебя, говорю, смартфон, говорю, и у тебя, ты пользуешься только двумя кнопками, это красное и зеленое. Вообще-то там куча-куча всяких функций, поэтому мне пришлось немножко повозиться, поизучать. Очень долго сижу, сидел в Ютубе, залипал на все эти там какие-то настройки, обзоры и тому подобное вообще на все, короче говоря, на все вот это. Так вот, теперь, короче говоря, появился у меня этот прибор. Вот, в принципе, я пока доволен, очень интересно, очень занимательно, рыбалка несколько становится немножко, ну, тоже интересно, но несколько другой. Ну, на самом деле, никому не секрет, что занимаюсь гайдингом, и как-то наше время надо идти в ногу со временем и как-то обновляться, улучшаться и тому подобное. Так вот, ребята, честно говоря, я уже столько с ним изборозил, сегодня вот прям шикарная погода, все прям хорошо перед этими, ребят. И вот смотрю на это дело, и как думаю, лодку спусти. Сейчас надел, ну, заброды, прошелся, проломал здесь лед, есть такие льды, на которых даже кататься можно, ну, куски, фрагменты льда. Вот, ну, вроде как спуститься-то можно, как-то надо вот потом только лодку бы как бы развернуть носом в этих льдах. Вот, чтобы носом ее ломать, потому что, блин, за кормой спускать, там датчики стоят все-таки. Все такое обледенеется. Не грохнутся, это скользко, блин, на палубе-то. Вот, у нас, сегодня мы с Саньком, теперь у нас, я так понимаю, рыба будет мешками. Сань, мешки взял? Да. Мешки взял, теперь будем, будем, что, продавать рыбу и, как его, ну, отбивать все это оборудование. Знаешь, как-то, что покупилось, как многие там думают, у многих такая фигня, если лодку с мотором купил, ее надо отбивать. И нам тоже теперь надо отбивать прибор, теперь мешки заготовлены. Не знаю, сколько ходок мы вывезем эту рыбу, вот, с которой поймаем сейчас. Два часа, два мешка. Короче. Промерзал, блин, руки охреневали. Было, вот, ходил, где снег, дождь и тому подобное, чтобы, ну, как можно быстрее все это дело изучить. Ну, и, честно говоря, начал какие-то сегодня успехи делать. Ну, не сегодня, уже перед этим, уже за это время видел выходы судаков. Я, честно говоря, ребят, не снимал много чего, ну, пытался, потому что не было, не подготовлена, не приспособлена та же камера, чтобы, но надо ее установить. Ну, сегодня уже кое-что получилось отснять. Будем пробовать, ну, по снастям, значит, буду сегодня ловить на удочку, нарвал аргумент, это до 21 грамма. И вот поставил такой чопик, он уже такой весь истерзанный, вот, ну, по типу джекрига. Вот такой вот грузик, 14 грамм, просто на карабинчике, и вот такой вот двойничок, конечно, для этой приманки крупноват, но это когда-то у меня не хватало, двойников не было, и, как бы, я так снарядил, но вчера вот на нее получше были поклевки. А, стукнул, блин, ребят, вообще просто прикольно, Panoptix вижу. Первый раз, первая поклевка у меня с Panoptix за 8 рыбалок, именно, которую я увидел. Вот приманкой в отвес, стою, играю, просто увидел, та самая, проводку делал, увидел, как окунь пошел за ней. И вот в пол воды, вот, трясу, стою. Первая поклевка, ребят, надо будет, конечно, потом камеру настроить, если это, конечно, будут регулярно такие поклевки. Короче, продолжаю развлекаться с прибором. Ну, сегодня, ребят, рыбалка получилась такая вот, на самом деле, очень нервная. Сегодня окуня достаточно много нашли, а клевать он, ребят, ну, ни в какую, ну, не хочет и все. То есть, что я только с ним не делал. Вот он, сколько я вот прям нервничал, я уже вижу, как подходит, он идет за приманкой. Как он идет, 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 потом ее бросает. То есть, пытаешься тянуть быстрее, чтобы он, вроде как, агрессивно начинает за ней идти. Ну, честно говоря, понервничал я сегодня знатно. Да, я немножко сегодня поймал, конечно, не так, чтобы очень, но вполне неплохие окуньки. Но, в принципе, я их поймал без использования паноптикса. Поклевка. Вот она, поклевочка, ребята. Прям такая классная. Огонь. Ребята, просто капут. Вот это, вот это окуница, друзья. Вот это да. Вот это боров, друзья. Всем боровом боров. Ну, что, друзья, как вам такое вот, смотрите. Боров прям. Огненный, с такой поклевкой. Я думал, что судачок, е-мое. Блин, классный, конечно, такой прям. Пузан. Короче говоря, рыбу я сегодня находил в боковиках. Становился. И если, одно скажу, упирался в паноптикс, я нихрена не ловил. Как только я решил больше не обращать внимания. Блин, столько рыбы здесь прям, манигорю. Прям начала гулять к вечеру. Вообще, целый день рыба была, ребята, вжатая. Короче говоря, в паноптикс даже ее было практически не рассмотреть. Только когда ведешь приманку, ты поднимаешь окуня, и он начинает идти. А так-то он сливается с одном. Еле-еле там можно что-то рассмотреть. Сейчас вот уже штиль полнейший. С утреца небольшая качка была. И там очень было сложно рассмотреть. Вот потихонечку, пошла возьмя, потихонечку поклевывает. Подобрал, может, приманку, может, рыба поактивнее стала. Тоже, блин, горбачик. Схилмы, вот такие коники. Ну, это помельче, этот такой граммов макетит. Ну, тоже красавчик. Этот взял с подвисом, предыдущий, с поклевкой. Ну, что значит по прибору? Значит, прибор у меня 92-й с 56-м датчиком. Боковиками я вполне, блин, даже доволен. Вполне. На самом деле, настройки как-то все очень просто. Я как-то достаточно быстро все настроил. Не особо там чего-то парился. Вот даже тут на днях было, что-то я тут понажимал. И у меня боковики как-то стали очень плохо видеть. Я что-то думаю, что я там не так нажал. Что я не так сделал. Ну, в итоге сбросил до заводских настроек снова. И как-то буквально за пару минут все настроил. Мы были с Валерой на рыбалке. И буквально за пару минут я все настроил. Как-то все сейчас в процессе покажу, какие я настройки там, в общем-то, использовал. Сейчас тоже так же сбросим до заводских. Перед покупкой тоже читал. И комментарии, как люди порой хейтят и тому подобное. Все эти электронику там, короче говоря. Да, ребят, одно скажу. Ну, купите вы Panoptix. И если вы там думаете, что сразу понеслась мешками рыба. Ага, хераздвак, блин. Ага, замучитесь вы. Сразу же прямо сию минуту забрасывать и тут же в мешки только набивать этой рыбы. С помощью Panoptix. Фиг там ночевал. Короче говоря, вот, например, как по сегодняшней ситуации, предыдущие дни. А если рыба не клюет, ты хоть, я не знаю, ну, только динамит или сель. Все, два варианта. Но если она не клюет, она, ну, она не клюет. Она просто ноль реакции на какую-либо там приманку, наживку и тому подобное. Поэтому, кто так считает, ребят, ну, вы просто далеки от этого всего, я так понимаю. Я тоже, ну, я тоже много смотрел обзоров и абсолютно все об этом говорят. Поэтому не думайте, что вот так все просто. Ага, я думаю, что на это надо потратить времени, на обучение этому всему, этой всей приблуде. Мало того, что если вы ездите на рыбалку, ну, там, один-два раза в месяц, там, даже три-четыре, вам Panoptix просто не нужен. Абсолютно, ребят, просто не нужен. Просто ты на него тратишь очень много времени. Вот, да, я находил судака, не то чтобы пелагику, я его также отрывал от дна. В общем-то, шел он за приманкой. Это у меня уже просто, ребят, аккумулятор подсаживается. Конечно, целый день у меня сегодня он просто, ну, грубо говоря, на аккумуляторе, который у меня, ну, стартовый, так скажем. Поэтому и выключается иногда. Вот, короче говоря, в принципе, вот 56-й датчик, боковики, в принципе, все неплохо видно. Ну, сравниваем мы ее, как бы, ну, это Тишка первая, вот, но, как бы, это сравнивать несравнимое. Вот, что показывает это, что показывает это. Это просто, что здорово. Это работает у меня сейчас в 455-й частоте, этот в 1070. Поэтому сравнивать я, в общем-то, не буду. Но единственное, что ребята мне, ну, которые мне присылали вот этот Garmin, он рыбка, видите, сколько стоит. Вот, они, короче говоря, говорят, давай присылай нам. Вот, и в этом эхолоте, вот, ее прекрасно видно. Вот, присылай, говорит, нам эту, ну, Тишку саму, и мы тебе ее обновим, сделаем из нее, в общем-то, ФС. Как бы, ну, и пока не хочу, ребят, отправлять по той причине, что, ну, пока надо попользоваться. Тут у меня куча-куча точек, еще надо переносить все это такое. Рыбалка только начинается, не знаю, хотелось бы, конечно, отправить и вам все, в общем, это дело показать. Ну, значит, что вот, как бы, по настройкам, давайте так. Так, вот, значит, сбрасываем, ребят, до заводских. Вот. Вот, и сейчас попробуем с вами вместе все это дело, короче говоря, настроить. Значит, сперва настраиваем сонар. Вот этот сайдвью, это боковики. Вот, сейчас у нас стоит какая-то непонятная палитра. Ну, она сразу здесь по умолчанию идет 1070. В общем, что касаемо палитры. Так, настройка сонара. Цветовая схема. Здесь сейчас стоит ржавый. Ну, ржавый мне как-то этот не очень. То есть, я для себя выбрал, так, янтарный. Вот, янтарный мне более-менее понравился. И, ну, в большей мере, это медный. То есть, как бы, вот все, в принципе, просто. Вот она медная. А теперь дальше, контрастность я где-то сделал, где-то, ну, примерно 55-60 процентов готова. Так, ну и яркость. Так, яркость, яркость, яркость. Все, яркость по максимуму. В принципе, все. Эхолот прекрасно все видит. То есть, боковики прекрасно работают. Сейчас вот идем, как раз никакой рыбейки-то нету, что вот в одном. Ну, там мелочевка какая-то стоит. Вот, если всматриваться, как бы, видно. Ну, и постоянно, как бы, яркостью немножко, вернее, контрастностью я немножко играюсь. Туда-сюда сейчас стоит диапазон еще у нас маленький. Самый оптимальный пока, ребят, я вижу 25 метров. Ну, 35 тоже можно в этой частоте. На глубинах, кстати, на более больших сейчас 4 метра. На более вот рыбка какая-то, вот она прям прекрасно видно. На глубинах каких-то уже больших, там уже контрастность, яркость добавляешь. Вернее, контрастность добавляешь. Яркость у меня всегда на максимум, что я, в общем-то, вывел для себя в эти вот рыбалки. Вот, тоже рыбка, вот она стоит. Вот она тоже здесь ее. Ну, прекрасно, в общем-то, видно. Вот, чем и хорошо, что в разных частотах где-то бывает такое, что в этом не увидишь, в этом увидишь. Начинаешь более детально изучать. Что касаемо, значит... Так, я не все точки скинул, не случайно. Вот это будет прикол. Надеюсь, что я не скинул. Ну, ладно, в этом навигаторе, во втором у меня в лорике все, в общем-то, есть. Что касаемо, вот, постановки, допустим, на точку. Все очень просто. Вот, увидел, например, рыбку, ставим точку, следовать, следует маршрут до. Вот она, в принципе, точка, точка, в общем-то, она есть. Там что-то я много увеличил. Вот у нас лодка, и мы выдвигаемся на точку. Единственное, что я вот, например, думаю, ну, допустим, сейчас мы подойдем, я буду, хочу на нее встать немножко вот так слева, примерно. Ну, и примерно, тут уже сами смотрите, рыбу увидел, чтобы на рыбу, на саму не наезжать. Дело в том, что... Дело в том, что заметил такой момент, если прямо на такой небольшой глубине на саму рыбу наезжаешь, то она начинает разбегаться. То есть, это я заметил прямо видно, это бывает, прям как лещи сваливают, то есть, тебе даже в боковике видно эти полосы, как рыба убегает. Либо, когда подходишь на Panoptix, в общем, все это видно. Вот, что, короче говоря, здесь... Сейчас мы, наверное, выключим все. Все, наверное, выключим. Вот. Потом дальше... Дальше. Так, назад. Так, а у меня здесь... А, настройок не осталось. А, нет, остались эти настройки, ё-моё. Значит, не все параметры я скинул. То есть, вот у меня здесь на кнопках стоит боковик, нижний скан, это кнопка номер два, как я настроил для себя. Вот. Это у меня сейчас стоит, это перспектива, это Panoptix, чисто надо переключить на этот самый, ну, на обычный вид вперед. Сейчас к этому придем. Вот. Ага, так, все. Вот у меня здесь и Panoptix, и боковики сразу же. То есть, идешь, идешь, раз нажал, в общем-то, все, у тебя боковик. Делаешь назад, раз нажал, сюда у тебя, в общем-то, Panoptix стоит. Вот. Дистанция, на которой я вижу, на этой глубине, в принципе, смело можно стоять 24 метра. Это сейчас просто немножко раком стоит у меня, поэтому так вот ротатор неровно стоит. И надо чуть-чуть, частота 70-71%, палитра, либо вот эта янтарная, что мне лично зашла, либо, так, вид, цветовая схема, либо синий. Тут не один синий, как бы вот этот вот, по-моему, синий. Вот этот вот. Самые такие оптимальные, я тоже с ними постоянно регулярно играюсь. Сейчас надо покрутить, выставить. Ну, я дистанцию где-то здесь я ставлю 5-6 метров, вот, на такой глубине. В принципе, маленькую приманку, то есть, вот сейчас покажу. Так, ну вот. Да, допустим, вот даже такую, ребят, на таком диапазоне прекрасно видно. Ну, единственное, что надо, не сразу получается попасть, допустим, в саму рыбу. То есть, в луч, в рыбу. Этот заброс надо просто реально, ребята, оттачивать. Потому что, ну, не все так просто, не все так быстро, не все так прям сразу, что ты там начнешь ловить. А я говорил уже, что херос два. Вот, как бы вот такие настройки. Здесь по Panoptics, в общем, по самому тут, в принципе, настроек-то особо никаких там прям не надо. Вот, то есть, вот усиление, немножко поигрываешь им, больше-меньше. И дистанция, все здесь, в общем-то, выведено. По большому счету, оно все по умолчанию стоит. В общем-то, ну, как бы ничего больше по большому, ну, не надо ничего больше устанавливать. Вот, там калибровка компаса есть, там такая ориентация, стабилизация. Но она по умолчанию включена. Поэтому, в принципе, прибор из коробки взял и пользуйся. Ничего тут такого прямо нет. Вот рыбка какая-то спереди по носу лодки. И вот она идет, сейчас у нас это сам так шумит немножко изображение. Можно чуть-чуть убавить усиление. Ну, опять же, диапазон сейчас небольшой, глубина небольшая. По этой причине, ну, немножко она будет, немножко как бы шуметь. На больших глубинах, ребят, картинка вообще вполне неплохая. Да, конечно, хотелось бы покруче какой-нибудь прибор именно сам эхалузить. Но это уже, ребят, другие ценовые, а политика. И, конечно, уже пока неподъемная все это для меня. Но, тем не менее, я уже доволен. Боковики прекрасно показывают на 56-м датчике. Да, там где-то, там, допустим, у HDS, может быть, картинка лучше. Ну, не особо ты мультики едешь смотреть на рыбалку, а именно на рыбалку. Вот, короче говоря, прикупил ротатор. Ротатор, короче, я взял на авито бушный. Вот, заказывал, откуда-то мне там прислали с Воронежа. Но ротатор не ахтишный, ребят. То есть, вот видите, вот эта крепежка, что я с ней только не делал. Уже подкручивал и уже даже вон загнул. То есть, даже на малом ходу, на сканировании его постоянно, я уже, в принципе, на это даже забил. Мало того, короче, начал скакать на одной из рыбалок против волны. Волнишка поднялась, прям такая дын-дын, такие удары. Короче говоря, у меня эта вот крепежка просто сломалась. Вот, просто сломалась. Короче, благо, что у меня есть аргон. Я очень все это быстро приехал на базу, тут же все заварил. Дело в том, что оно было тонким швом проварено с одной стороны, этот сам уголок. Ну вот, друзья, заехал на базу, снял этот вот фрагмент ротатора, который у меня вчера обломался вот у него. Просто неправильно немножко закрепил, во-первых. Больно большой, большая получилась. Ну, вчера скакал против волны, получилась такая нагрузка. Ну, и дело в том, что вот он проварен как бы, ну, с одной стороны только была эта вот штука. Надо вот и с этой стороны проварить тоже вот с этой вот. Ну, все, друзья, быстренько заварил это дело, вот получилось. Ну, я считаю, для новичка вполне это сносный шов. Потому что аргон все-таки, ребята, это другая фигня. Это не просто электросварка, все надо вычистить. Где-то там закосячил с очисткой, где-то шов не сразу пошел. Ну, в принципе, проварено теперь с двух сторон. Я думаю, что теперь эта деталь, в общем-то, не отвалится. Она у меня стояла, единственное, вот так вот стояла. Поэтому, ну, она как бы и сломалась. Сейчас поставим ее так. Единственное, теперь отверстия не все подходят. Надо было еще пару отверстий пересверлить. Ну, это уже мелочи жизни. Пересверлим. Ну, по крайней мере, сейчас она будет уже ложиться на борт. Я, конечно, сперва неправильно все это дело сделал. Будет ложиться на борт. И уже, в принципе, такого вот излома не будет. Я проварил теперь жирным корабельным с двух. Ну, я там не супер-спупер-саргончик, но тем не менее что-то умею. Вот, дальше приобрел уже для лорика фикс-поинт, как бы, компас. Поэтому, как бы, сейчас мне ориентироваться уже гораздо проще. Все это дело установил, все подключил. Вот, то есть, в принципе, сейчас я уже упакован по полной программе и к сезону, в общем-то, готов. Вот он, ребята, первенец. Смотрите, как зажрал, блин. Как зажрал вообще. Такой вот неплохой окунишка, но небольшой. Такой вот. Граммов 200-250 пускай идет. Блин, ну кайф, кайф. Опа, есть. Леха, подожди. Сейчас, подожди. Вот, ребята, очередной красавец. Вот это уже посолиднее, посолиднее, друзья. Посолиднее экземпляр. О, вот это я уже понимаю. О, видали, как? Подбородком. Короче, тащил чисто равномеркой, ребят. Чисто равномеркой. Вот. Что только не пробую тут с проводками экспериментировать. Клевать он ни хрена не хочет. Да, дай ты приманку-то. Пузатый экрена. Ладно, мне сегодня окуня не нужна, пускай идет на подрост. Прям не хочет. Сейчас, может быть, правда, блин, отводной зарядить, а? Неохота этим вязаловым заниматься. Блин, бахают там на полигоне. Прям как... Видали, что творится, ребят? Вот и все. Я тут ступенькой вожу. За жопу поймал. Ё-моё, ребят. Я говорю, вы халуйте его, вижу. Да хренище этого окуня. Ну, чтобы он клевал, но не хочет он клевать. Ни в какую. О, вот как он клюет. Жопой. Иди гуляй. У меня хорошие, но мне, в принципе, просто не нужны они пока. Я перед этим еще как-то ездил, подловил их, пока у меня есть. Видите, что происходит? Вот такая вот рыба. Ну, ни хрена. Вот, короче говоря, вывод еще один такой, скажу. Если рыба не клюет, вот хоть-хоть-хоть 23 паноптикса поставь на лодку. Может, 5 лодок поставить из 60 паноптиксов. Если рыба не клюет, ничего вам не поможет. Ну, динамит вот там что-то бахает, если сюда прилетело бы, то тут, я думаю, да, тогда бы поймал бы. Ну, тут, фу, конечно, сюда не прилетало. Да, ребят, короче, доигрался. Аккумулятор все-таки я высадил в ноль. То есть, получается, у меня, ну, простой автомобильный аккумулятор. Не так давно его покупал, всего ему пару месяцев. И, короче, короче, что у нас получается? Короче, так, не понял. А вот, стопа, где веревка? А, в бардачке. Короче, на день работы его не хватило. У меня семидесятка стоит. То есть, это лорик с паноптиксом. Короче говоря, не вывез. Надо ставить на зарядку, то он так быстро умрет. Так, где у меня веревка? В колпаке специальный кармашек. А я что-то взял и куда-то в бардачок положил. Короче, без шнура дело, ребята, обошлось. То есть, постоял пару минут, он тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук и раскрутился, завелся. Пускай пока помолотит. Вот, сейчас я подвигаюсь, еще немножко смещусь. Короче говоря, электричества мне уже мало. Вот, со всеми этими новинками. Надо, короче, или еще одну хайбу. Потому что, почему я не подключаю ее к хайбу? Ребят, дело в том, что когда залив выходишь, ну, такие штормовые достаточно условия, сильный ветер. У меня был такой момент, что у меня, ну, у меня сотка хайба. У меня один раз был такой, что мне едва хватило на день. Прям едва-едва. Потому что, ну, прям там реально, ребята, была погода просто, просто трындец. Вот. И поэтому не стал я его подключать. Ну, как видим, автомобильный просто аккумулятор, он просто быстро умрет. Если так вот его эксплуатировать и дальше. Так что надо будет или титанат какой-нибудь, или хайбу, ну, что-то такое. Ну, короче говоря, второй аккумулятор нужен уже чисто для запитки эхолота. Но, конечно, там хорошо бы вообще приблуду какую-нибудь, чтобы она от мотора сама хайба заряжалась. Но это, как бы, говорят, что дорогая штука больно. Поэтому фиг его знает. Ну, я сегодня вообще, в принципе-то, практически не передвигался. Ну, в смысле, вообще очень рядом там 50-100 метров, как бы, в одной локации, как бы, кручусь. И по этой причине он мне, в общем-то, и не заряжался. Ну, я, в общем, ребята, уже даже не знаю, что еще рассказать, что еще добавить. Вы пишите в комментариях, может быть, что-то еще в процессе, какого-то из роликов, в общем-то, расскажу. Посмотрим уже. Пэмс оторвал. Оторвал за хайбу, вернее, как его, за паноптик зацепил. Ну, короче, не знаю, вроде не сетка. Не похоже на сетку. Вот. Все. На сегодня, ребята, хватит. Пора уже собираться в сторону дома. Короче говоря, вот такой вот у меня ролик получился. Сборная солянка, короче, все в кучу. Ну, что есть. Думал не выкладывать. Ну, чтобы вы меня совсем не потеряли, короче говоря. Ладно, ребят, спасибо, конечно, за просмотр. Я собираюсь домой. Надеюсь, что сейчас вот идет потепление, и рыбалочки у нас будут, я думаю, что следующие рыбалки будут нормальные. Вот. А я погнал. Как всегда, всем желаю здоровья. Всем ни хвоста, ни чешуи, само собой, пожизненно. Ну, и до новых встреч на водоеме. Все. Всем пока-пока.